Заканчиваем курс и начинаем Новый год. Шестым уроком мы закончили двадцать второй год. И с седьмым уроком входим в двадцать третий. Хорошее число. Пожелание в конце. Восхищаюсь людьми, которые будут смотреть этот урок первого января. Вы герои. Итак, вопрос из предыдущего урока. Как создать комнату, где люди смогут читать только ваши сообщения? Аналог каналов Телеграм. Элементарного цена. Создаете комнату. Ну там видимые, невидимые, это сами решаете. И выставляете роль по умолчанию минус, например, два. Таким образом, все присоединившиеся к комнате не будут иметь в ней никаких прав, в том числе писать сообщения. Чем это отличается от Телеграм? Тем, что настройки канала целиком в ваших руках. Кому какие права дать, что все-таки смогут делать читатели, решаете только вы. В элемент уже огромное количество публичных комнат, считай каналов. И вы можете создавать свои на своих же условиях участия в них. Увидеть все публичные комнаты можно в пространстве Home. Тут же можно к ним присоединиться. Ну и разберемся со звонками и видеоконференцией. Звонок один на один вещь довольно простая. Позвонили. Настройки микрофона. Возможность поставить звонок на удержание. Решить будет ли у вас аудиозвонок или видеозвонок нужно на берегу. Включить камеру в процессе нельзя. Видеозвонок в принципе тоже самое, ну просто добавляется возможность включить-выключить камеру и расшарить экран. А вот с видеоконференцией на три и более человек чуть сложнее. Во-первых, потому что у пользователей по умолчанию прав на создание конференции нет. И в настройках за это отвечает графа, как ни странно, изменить виджеты. По умолчанию это может делать модератор. Соответственно, либо понижаете порог, либо повышаете кого-то до модератора. Почему изменить виджеты? Потому что за групповой звонок в элементы отвечает внешнее приложение, которое выводится виджетом и это просто джитси. Про джитси у меня есть скринкаст, ссылка в описании. Тут неважно видео, звонок или аудио, и то и то делает одно приложение. Даже если вы запустили конференцию, вам все равно нужно к ней присоединиться. Пользователям в комнате никаких оповещений не придет, просто в комнате появится сообщение, что запущена конференция. Поэтому запуск конференции хорошо бы дублировать отдельным сообщением. Дальше можно развернуть экран. Чат достаточно удобно перелетает вот сюда. Вот, третий человек подключился. Точнее третье устройство, потому что все трое — это я. Ну, про функционал джитси рассказывать не буду. Тут все достаточно стандартно. Единственное, достаточно удобная, но не очевидная кнопка — полный экран. Это в управлении джитси. Развернуть во весь экран конференцию из элемент нельзя. После выхода виджет все равно остается и вообще немного сыровато сделал на истории со звонками. Какие-то косяки могут быть. Завершить конференцию нужно вот этой кнопкой. Вроде я где-то читал, что разрабатывается встроенное приложение для групповых звонков. Будем ждать. Еще раз — это немножко сыровато. Ну и, собственно, раз уж мы коснулись виджетов, надо сказать два слова о виджетах и мостах. Часто это выделяют как какой-то прорыв и фишку элемент, но не знаю. Вроде как работает через раз. Но в целом мосты — это про возможность интеграции других мессенджеров и приложений в элемент. Например, можно связать элемент с телегой и получать сообщение с телеграм в элемент. Говорят, что в групповых чатах не работает. Телега блокирует API. А чат один на один вроде можно перенаправить. Ну а виджеты — они и есть виджеты. Собственно джитси вы уже видели. Не буду рассказывать подробно. Это нужно еще два-три урока на мосты, виджеты и боты. Может, сделаю потом. Хотя ладно, YouTube покажу это быстро. Значит, в настройках комнаты есть ссылка на виджеты, мосты и боты. Надо принять политику безопасности. Выбираем YouTube. Вставляем ссылку на какой-то ролик. Сейв. Вот появился виджет. Разворачиваем. И смотрим ролик в комнате и параллельно обсуждаем с коллегами. Выход тоже вот таким вот образом. Потом чат еще нужно закрыть. Не очень эстетично, словом, все выглядит. Скорее это пока можно рассматривать как задумку. Хорошую, но требующую доработки. Ну что, конечно, в чем-то элемент сыроват. Если искать недостатки — их можно найти. Достоинства искать не нужно. Они на виду. Вернусь к тому, с чего начал. Мне кажется, я нашел наконец свой мессенджер. Open Source — да. За Open Source будущим. Теперь к пожеланиям. Раз уж сегодня первый день такого года. В этом году, мне кажется, закончится вековая история ада в России, которая началась в семнадцатом. Тяжело, может даже очень тяжело закончиться, но это необходимая тяжесть. Собственно, мы наконец достигнем того самого дна, от которого оттолкнемся, а дальше движение вверх. Поэтому всех вас с наступившим. Для вас уже наступившим, для меня еще наступающим. Пишу в двадцать втором эту подводку. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вололомов и Теплица социальных технологий.